Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля, сегодня будет один из самых информативных форматов, которые все еще, надеюсь, вы смотрите, и это пустые баночки. У меня накопились аж целых два, два вот таких пакета с пустыми банками, давным-давно пора уже разгрузить свою квартиру от этого хлама. Сегодня будет много декоративной косметики, которую выбрасываем, много средств для тела, для лица, для волос, в общем, будет очень много всего. Будет люкс, будет бюджет, так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной, не переключайтесь и поехали! Давайте по традиции начнем с декоративной косметики, потому что ее меньше всего, и первое, что выкидываю, это тушь от Vivienne Sabo Adulter. На самом деле, очень даже неплохая тушь, выкидываю ее только потому, что у меня конъюнктивит, и ею я точно пользовалась. Нельзя сказать то, что все, что ты использовал, нужно выкидывать, но мне морально будет проще, если я избавлюсь от той косметики, которую я использовала, когда у меня была инфекция. Я очень боюсь занести ее второй раз, мне совершенно не хочется проходить еще один месяц лечения, поэтому лучше я избавлюсь от туши, которой я пользовалась, и буду чувствовать себя спокойно. Дальше я выкидываю вот такой вот карандаш от Art Deco, выкидываю его, потому что к нему крайне редко тянется рука, кроме того, он, честно говоря, ну хуже работает, чем другие карандаши, которые у меня есть сейчас в работе. И тот же самый Lame, Alien, Vivienne, Sabo, они работают, на мой взгляд, куда лучше, поэтому все же от него избавляюсь. Дальше выкидываю, наконец-то, просто ура, свершилось чудо, консилер Magic Away от Charlotte Tilbury. Я уже рассказывала много раз свою позицию относительно этого консилера, я его просто ненавижу, ненавижу за то, что у него большая цена, крайне хреновая упаковка. Вот этот вот дешевый пластик, который жутко царапается, у меня вся крышка исцарапанная, исцарапанная она в основном благодаря моим кольцам, потому что эта крышка, во-первых, крайне легко деформируется, во-вторых, она очень плохо закрывается и открывается. В последнее время, когда я пользуюсь этим консилером, чтобы его открыть, нужно было включить просто борца, борца с умой не меньше, потому что она так сильно вот здесь вот застревала, что открыть ее было большой проблемой. Кроме того, у этого консилера вот эта вот жулька уже не совсем безопасная, я не очень люблю подобные вещи, и единственное, что здесь было неплохо, это формула. Формула была достаточно хорошая, но очень мало этого консилера, крайне плохая упаковка, невероятно большая цена, и за счет этого я этот консилер никому не могу рекомендовать, и сама это никогда в жизни больше не куплю. Также выкидываю клей Дуо, это самый лучший клей для ресниц, мне он больше всего нравится, он сначала белый, но потом он засыхает и становится бесцветным, очень хорошо он клеит реснички, аллергии на него у меня никогда не было, выкидываю просто потому, что он уже старенький, и он уже протух, откровенно говоря. И также выкидываю бальзам от Блистекс. Блистекс это мои самые любимые бальзамы для губ, они самые-самые действенные, они лучше всего увлажняют, питают. И вот эта версия, это версия с SPF 50, что очень хорошо, если вы едете в теплые страны, потому что ваши губы также нуждаются в защите. Очень любила этот бальзам, очень классный, вполне возможно то, что я его повторю. Дальше давайте идти по всем этапам очищения. Закончилась мицеллярная вода, вот такая от Вкус Вилла с намазкой и розой. Честно говоря, повторю еще раз, это не первая банка, которую я покупаю, мне кажется. Эта банка уже третья, а то и четвертая, и скорее всего я куплю еще, потому что очень хорошая мицеллярная вода, хорошая цена за 350 мл, очень мягко снимает макияж, никогда у меня не появлялись от этой мицеллярной воды воспаления, никогда она не вызывала раздражение кожи, очень мягкая и хорошая, советую. И дальше закончились три гидрофильных масла. Первый вот такой от The Face Shop. К сожалению, оно уже не продается на Ахербе, так бы я купила еще одну упаковку. Вот эта упаковка, я не знаю какая по счету, тоже пятая, шестая, седьмая. Честно говоря, не знаю, ею пользовалась я, ею пользовалась моя мама. Маме, обладательнице сухой кожи, она нравилась больше всего, потому что есть жидкая маслянистая текстура, очень мягкая и не сильно тягучая, хорошо смывала макияж. В общем, действительно, хорошее было гидрофильное масло. Второе гидрофильное масло, которое закончилось, это вкусы вилл. Тоже это не первая упаковка, это, по-моему, третья, если я не ошибаюсь. Кроме того, у меня уже куплена четвертая упаковка. Я также подсадила на это гидрофильное масло и маму, потому что стоит оно всего рублей, по-моему, 200. Отчасти очищает оно очень хорошо. Единственное, что у него запах не очень приятный, запах миндального печенья. Мне запах нравится, но мама сказала, что хоть пахнет вкусно, но не очень ей нравится этот запах, поэтому запах это, наверное, единственный минус. Хорошее гидрофильное масло, если ищете что-то максимально бюджетное, но работающее и от чего не полезут прыщи, то вот, вот это масло для вас. И также закончился очередной бальзам от Hemish, All Clean Balm. Это тоже не первая упаковка. Я сегодня, наверное, выкидываю все, что не первая упаковка, так что некий обзор бывших фаворитов, которые закончились. Этот гидрофильный бальзам я люблю больше всего, потому что на мне это работает лучше всего. Он мягкий, он хорошо очищает, он не вызывает тоже прыщи, он долго-долго работает, потому что нужно всего чуть-чуть средства, чтобы нанести на все лицо. Волшебно снимает макияж. Эта балка третья, наверное, у меня в использовании, и я уже купила новую, она уже приехала ко мне с Ахерба. Дальше поговорим о пенках. Закончилась вот такая пенка от CERA-V для нормальной и жирной кожи. В свое время я эту пенку не очень подхвалила, я сказала то, что она мне не понравилась, но спустя время я все-таки изменила свое мнение, у меня закончились все мои пенки, я решила снова попробовать эту, и, честно говоря, мое мнение перевернулось полностью, не знаю, что мне не понравилось так в первый раз, но у меня кожа, честно говоря, за последние два года сильно изменилась, поэтому то, что было два года назад и то, что есть сейчас, на самом деле это две разные кожи, как бы странно это ни звучало, но это действительно так, и сейчас мне эта пенка понравилась. Возможно, также мое восприятие тоже изменилось, но в любом случае неплохая пенка, прыщи не вызвала, хорошо очищала лицо, не могу сказать, что я куплю ее еще раз, это не точно, но если я буду искать миниатюру пенки, которую можно будет водить с собой в разные поездки, то, скорее всего, я посмотрю в сторону ЦРВ. Следующая пенка, которая закончилась, это от Evelyn, I love vegan food, вот такая с экстрактом лимона, лайма и содой, эта пенка предназначена для жирной и комбинированной кожи, склонной к несовершенствам, эта пенка Cruelty Free, и она еще и бюджетно стоит. На мой взгляд, мега комбо, я уже рассказывала про эту пенку много раз, у меня было отдельное видео про бренд Evelyn, его новинки в уходе, которые мне очень понравились, и эта пенка, это мой фаворит тоже. Очень хорошая, именно бюджетная пенка для моей комбинированной кожи, она подошла шикарно, она не сушила, она хорошо очищала, она не очищала кожу до скрипа, она не уничтожала полностью гидролипидный барьер кожи, в общем, действительно хорошая пенка, могу ее посоветовать. Единственное, что плохо в этой пенке, во-первых, упаковка все-таки достаточно дешевая и быстро пачкается, вот здесь вот вообще, что творится под крышкой, я даже показывать не буду, на это страшно смотреть, и также она, на самом деле, достаточно быстро заканчивается, но, учитывая ее бюджетную цену, я думаю, можно ей это простить. И следующее средство, что у меня закончилось, это тоже пенка, вот такая от Etude Organics, мне ее давным-давно присылали, на самом деле пенка неплохая, но все же она чуть-чуть мне подсушивала кожу, поэтому я не стала ей потом пользоваться как пенкой для лица, я ею потом смывала сводчи многочисленные, которые я делаю для своего бьюти-канала, очень часто я снимаю всякие сводчи палеток, очень-очень трудно смываются все эти сводчи с рук, если вы используете мицеллярную воду или салфетки, то, ну, каждый, наверное, бьюти-блогер знает, какая гора мусора после этого образуется, я, честно говоря, не хочу создавать такую гору мусора, такой вред экологии наносить, поэтому я свои сводчи, как правило, смываю, либо при помощи гидрофильного масла, либо же при помощи пенок, вот пенка сейчас, вот эта мне прекрасно смывала все сводчи, любой тональный крем, любые блестяшки, сияшки, тени, все что угодно она смывала, и, как видите, успела даже закончиться. Дальше давайте поговорим о тониках всевозможных, закончился наконец-то вот этот тоник от Organic Zone с эхинацией, очень хороший тоник от российского производителя, из натурального сегмента, данный тоник не травмирует кожу на мне, он не вызвал аллергию, не вызвал покраснения, он абсолютно приятный, мягкий, очень мне понравился этот тоник, и, скорее всего, я куплю вторую версию. Кстати, возможно, у меня и этот тоник не первый, а второй, так что, возможно, я куплю третью. В общем, вы поняли, мне средство понравилось, и мне очень нравится то, что это наше российское производство, наш российский бренд, кроме того, это средство тоже cruelty free, так что могу советовать, действительно, очень достойный тоник. Дальше закончилась вот такая вот эссенция от Neogen, это эссенция на основе, ну, не на основе, но здесь в составе есть некий компонент, который был разработан и подобран как аналог человеческой слезе, то есть как средство, которое будет хорошо увлажнять кожу, ведь человеческая слеза для того и придумана, чтобы увлажнять глаз. В общем, эта эссенция достаточно хорошая, нейтральная, очень хорошо она потом наносилась после любого умывания на неё, сверху тоже хорошо наносилась, наносилась любая сыворотка, крем, в общем, хорошая эссенция, которую очень быстро я использовала, потому что, ну, действительно, она классная, её можно потреблять в больших количествах. Выкидываю вот такой вот тонер от Benton, Aloe и BH. Тонер, честно говоря, мне одно время очень нравился, но когда я попробовала другие тоники, то всё же кислотные тоники я имею в виду, то вот этот отошёл на второй план. Он стоит достаточно дорого и работает не так хорошо, как следующий тоник, который я вам покажу. Так что выкидываю его не закончившимся, выкидываю, потому что закончился срок годности, и можно было бы, конечно, его добить, но опять-таки с моей проблемной кожей подобными вещами лучше не страдать. Что же лучше было, чем предыдущий тоник? Я не знаю, рассказывать про него или не рассказывать. Я уже раз пять, наверное, говорила об этом тонике на своём канале. Это Evelyn. Отшелушивающий тоник, продающий сияние, 5% гликолевой кислоты. Потрясающий тоник. Это не первая упаковка, которая у меня закончилась. Это, наверное, вторая. Плюс у мамы ещё стоит тоже такой тоник. Я её подсадила на это средство. Также у меня дома стоит этот тоник. А также я ещё одно уже положила себе в корзину на Wildberries. В общем, вы поняли. Этот тоник, это мой must-have на все века. Он действительно придаёт коже сияние, он действительно отшелушивает кожу, он действительно подсушивает некоторые воспаления. И воспалений у меня при использовании этого тоника меньше. Господи, боже мой, спасибо. Спасибо, Evelyn, за такое чудесное средство, которое ещё и бюджетно стоит. В общем, очень-очень рекомендую. Из среза лица также закончилась вот такая сыворотка от бренда Ям. Её не знаю, где можно купить в России. Мне она попалась в коробочке Land of Beauty. Я так и не выпустила обзор на тот бренд бьюти боксов, потому что не пришла никакому выводу, поэтому решила не снимать видео, в котором я сама не уверена. Но сыворотка мне понравилась. Это была отличная увлажняющая сыворотка. Очень мягкая, хорошо впитывалась, не оставляла липкости, не было потом прыщей. В общем, просто хороший рабочий вариант. Дальше выкидываю вот такой вот пилинг от Organic Zone с ячейной кислотами. Он, к сожалению, у меня не закончился, но у него просто очень короткий срок годности, после вскрытия упаковки его можно хранить 6 месяцев. Поэтому, собственно, его и выкидываю, потому что 6 месяцев давно прошли. Очень хороший бюджетный пилинг с ячейной кислотами. Если вы ищете что-то подобное, то обратите своё внимание. Он достаточно интенсивный, он будет пощипывать, но при этом он будет работать. Стоит он в районе 500 рублей. Очень-очень хорошее средство. Возможно, когда закончатся мои другие пилинги, я его приобрету снова. Этот пилинг, кстати, я сама не покупала, мне его присылали на обзор, но когда закончатся мои другие пилинги, я вполне вероятно, что приобрету его сама новую упаковку, потому что действительно средство очень хорошее. Вы сегодня, в общем-то, уже не одно средство от Organic Zone видели, поэтому делайте выводы. Не все средства там хорошие, вне сомнений, у каждого бренда есть хорошие средства, и плохие, и более удачные, и неудачные, но бренд очень даже неплох, если знать, что искать. И также выкидываю вот такой вот крем под глаза от бренда Kiehl's. Его хвалил, наверное, каждый блогер, но, честно говоря, мне крем не подошёл. Он у меня под глазами ничего не напитывал, не увлажнял, он кожу не уплотнял, он не давал абсолютно никакого эффекта у меня под глазами, поэтому я его и выкидываю. Также выкидываю вот такие патчи гидрогелевые от бренда Hammer's с болгарской розой. Очень-очень классные патчи, которые я точно приобрету. Данные патчи я сама не покупала, мне прислали их в рассылке от бренда, но настолько классные патчи. Боже мой! Во-первых, эти патчи сработали на мне. На мне. На мне патчи не работают вообще, потому что на мне нечему работать. У меня хорошая кожа под глазами, у меня нету отёков, нету ещё как таковых морщин, есть небольшая синева, потому что я плохо сплю, но это мелочи, честно говоря. И обычно патчи на мне не работают, потому что делать им просто нехрену. Эти патчи на мне дали эффект, они дали больше сияния, они кожу как будто выдвинули вперёд, как будто бы уплотнили, придали эффект свежести и выспанности. В общем, они на мне действительно сработали, и за это большое им спасибо. Также эти гидрогелевые патчи очень понравились моей маме. Она обычно покупает Petit Fee, мы их заказываем на iHerb, но эти патчи она сказала даже лучше, потому что Petit Fee работают у неё примерно день, то есть на день эффекта хватает, а дальше всё, а эти патчи работают на ней 2-3 дня. И это очень круто. Кроме того, эти патчи, сказала мама, очень хорошо ей разглаживают морщинки под глазами и высветляют кожу под глазами. В общем, очень-очень крутые патчи. Один единственный в них минус, очень сильный запах розы. Если вы не любите розу и не перевариваете её, никак не переваривайте, то, скорее всего, вам эти патчи не подойдут. Но если вы готовы потерпеть запах розы ради такого шикарного результата, то берите, мне кажется, вам очень понравится. Теперь давайте совсем чуть-чуть поговорим о средствах для волос. А закончился у меня вот такой вот филер-заполнитель от бренда Золотой Шёлк. Я это средство не покупала, мне его присылали на обзор. Честно говоря, мне понравилось, потому что это просто самое обычное масло, которое я наношу на чуть-чуть подсохшие волосы, вот так вот втираю в кончики, и потом уже сушу волосы феном, слэш-щёткой. Я всегда стараюсь вытягивать волосы, потому что они у меня очень пушистые, они именно текстурные, поэтому мне нужен фен-щётка, чтобы волосы выглядели хоть как-то прилично. Это средство хорошо справлялось с задачей, кончики не были секущимися, оно как бы помогало закрывать именно вот эти секущиеся концы, закрывать чешуйки, и, соответственно, как эффект, волосы были более гладкими, более сияющими и более красивыми. В общем, вполне неплохое средство. Также выкидываю вот такой вот шампунь. Честно говоря, чёрт знает, где мы его взяли, я не помню, где мы его откопали. Вполне неплохой шампунь был, он мне волосы не сушил, что очень важно. Не были волосы потом, знаете, как такая мочалка непрочёсанная. В общем, вполне обычный нормальный шампунь. Использовала на волосы, использовала для кистей, даже как-то пару раз собаку мыли этим шампунем. Вполне неплохое средство. И также выкидываю два вот таких вот средства от Гарния. Я думаю, про этот шампунь вы уже слышать не можете, поэтому не буду ничего говорить. И также выкидываю бальзам-ополаскиватель из той же серии. Это именно российская серия. Честно говоря, бальзам-ополаскиватель абсолютно никакой, ничего толкового, он не сделан на моих волосах. И те же самые ведёрки от Фитокосметик из Фикс Прайс работают гораздо лучше, чем вот это средство от Гарния. Последнее, что нам осталось обсудить, это средство для тела. Выкидываю вот такой вот гель Гаммаж от Ифраше. Честно говоря, вполне неплохое средство, но на мой взгляд, как и все средства от Ифраше, кроме масел, оно подсушивало кожу, поэтому второй раз не куплю. Закончился вот такой вот скраб от Вкусвела, скраб с зелёным чаем. У меня точно такой же был кокосовый. Плохая, очень плохая упаковка, мне очень не нравится вот этот пакетик, который никогда не закрывается, он в итоге стоит всё время открытый, из-за этого скраб сохнет. Скраб вполне неплохой. Здесь есть очень яркий запах зелёного чая, но при этом очень хорошая скрабирующая формула, которая не царапает кожу, но которая действительно делает эффект. Единственное, что уже очень этот зелёный чай тёмный, и потом вся ванна просто в этом зелёном чае, в этом скрабе, ещё после того, как отмыл себя, нужно отмывать ещё и ванну. Ну и последнее, что закончилось у меня, это вот такие четыре геля от бренда Molten Brown. Я думаю, вы уже слышали об этом бренде, это очень дорогой бренд средств для тела. Этими же гелями, насколько я понимаю, пользуется королева Елизавета, если я не ошибаюсь. На самом деле, гели эти я приобретала в наборе на Культу Бьюти, уже этого набора нет в наличии, их очень быстро разбирают, потому что наборы эти достаточно выгодные получаются по цене. Здесь были четыре аромата, я пущу по экрану картинку, как выглядели эти гели, когда были ещё заполнены. На самом деле, гели понравились, во-первых, тем, что они не сушили кожу, а во-вторых, своими запахами. Запах у них очень стойкий, вы чувствуете этот запах как в ванной, так и потом, когда вы уже вышли из ванной, обычно, когда я пользуюсь какими-либо гелями, парфюмированными, я на себе запах потом не чувствую, слово совсем. от этих же гелей запах потом был мой, нос и моя кожа в принципе не очень к этому восприимчивы, и я чувствовала запах недолго, но опять-таки, мама, которой я тоже дарила такие гели, была в полном восторге, она чувствовала на себе потом весь день запах от этих гелей, запах здесь мускулинный, он унисекс, и потом, когда ложилась спать, в общем-то, папа тоже ей говорил, то, что ты очень приятно пахнешь, а пахла она в общем-то не духами, а этими гелями. Ну что ж, это все пустые баночки, что я хотела вам показать, очень надеюсь, что этот формат для вас все еще интересен, кстати, напишите в комментариях, смотрите ли вы еще такие видео, или, как вам кажется, этот формат уже умер на ютубе, я понимаю, то, что просмотры у подобных видео падают, но, на мой взгляд, это все еще один из самых информативных форматов, потому что первое впечатление бывает ошибочным, второе тоже бывает ошибочным, и, как правило, даже дойдя до середины банки, можно изменить свое мнение, а когда ты ее полностью закончил, то тут уже, как правило, вариантов нет. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца, очень надеюсь, что оно вам понравилось, если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.